Приплыли мы на первый остров и сразу же здесь такая тусовка. Короче, припаркованы лодки, припаркованы мотоциклы водные, вокруг небольшие острова, большие острова. Мы приехали утром, сейчас 10 утра. Если сюда приехать вечером, то здесь вообще народу тьма. И сейчас народу, честно говоря, куча. Таиланд, друзья, это не только Пхукет, Паттайя и Бангкок. Здесь множество островов, разбросанных по всему Андаманскому морю и Сиамскому заливу. Точно их количество сказать не получится, но их здесь более 250. Конечно, самым популярным островом является Пхукет. Здесь находится международный аэропорт, откуда можно улететь не только внутренними рейсами, но и, скажем, в Малайзию, Сингапур, Гонконг или Китай. В Таиланде есть, скажем, и черепаший остров. Или тот, что привлек голливудских кинематографистов. Или, наконец, острова обезьян. Сегодня отправляемся в тур по островам. Присаживайтесь поудобнее, надевайте спасжилеты, наша лодка отправляется. Удобно я сразу прыгнул в такси. Там внутри, прям в аэропорту, стоят стойки. 700 бат я отдал мне ехать час, там, в районе 50 километров. Ну, может где-то что-то там можно дешевле найти, арендовать тачку. Но я сейчас не хочу париться, хочу приехать в гостиницу и сегодня немножко почилить. Очень прикольно, что два отеля. Значит, один отель Тиде или Тайд, называется Тайд, а другой фото. Но они принадлежат одному владельцу. Я, короче, сначала вчера приехал, заехал вот этот вот Тайд, но у меня вот этот фото. Короче, одно и то же. Здесь бар, здесь ресторан и завтрак. Пока что мне везет, дождя нет. Вчера был дождь и небо голубое. То есть, если так будет, это будет прям бомба. Пхукет – это главный и самый большой остров в Таиланде. Его площадь – 1406 квадратных километров. Для сравнения, у Санкт-Петербурга точно такая же площадь. Согласно легенде, Пхукет означает холм, что логично, потому что их здесь немало. Я не буду детально касаться достопримечательностей Большого Пхукета. Для этого я запланировал отдельный выпуск. И скажу лишь одно. На развитие острова сильно повлияли китайцы, которые, по сути, запустили здесь оловянно-добывающую промышленность в 18-19 веках. Эти работяги много где заземлились. Отсюда и наличие китайских кварталов чуть ли не в каждом мегаполисе. Посмотрите мой отдельный выпуск про бангкокский чайна-таун. Там я разобрал, как, зачем и почему китайцы покидали родные земли. Вот это такое красивое место нас привезли. Это порт. От моего отеля получился плюс-минус час, наверное. Это 45 минут от моего отеля. Куча здесь лодок классных. Ну как лодки. Это не просто лодки, а тут прям яхты такие конкретные. Вот возле меня стоят там 15-метровый. Там разминается кто-то. Большой такой порт. И красивый. Ухоженный. Заезжаешь. Все под шлагбаумами. Сразу же у меня вот эта компания. Здесь они накрыли поляну. Стол, кофе. Сразу же. Я первый. Первый. У меня там человек 10, наверное, на лодке будет. Я первый приехал. Вот сразу же. Видите, тут вкусности, сладости всякие. Компотики. Короче, я позавтракал час назад. Сейчас у меня еще завтрак. И сразу же пивасик. Тоже. Да, сколько, ребята, все это дело стоит удовольствием? 3700 бат. 3700. На весь день с лодкой, с едой, со всеми островами на человека. Нормально. Дети маленькие, до трех лет, по-моему, бесплатно. Потом в районе трешки, по-моему, на ребенка. Не помню, честно говоря, возраст. Субтитры делал DimaTorzok Приплыли мы на первый остров. И сразу же здесь такая тусовка. Народу тьма. Необитаемые острова, да? Не, ничего похожего. Эти острова необитаемы только на картинках. А тут людей просто тьма. Первый остров, куда мы держим путь – Кохай. Точнее, это группа из трех маленьких коралловых островов. Кохай-Нок, Нуй и Най. Почти как Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Между ними где-то по 500 метров, а от Пхукета до них минут 10. Отсюда и дикая их популярность. Кохай-Нок – идеальное место для пляжного отдыха. Большая часть территории острова представляет собой скалу, покрытую тропической растительностью. У ее подножья тянется большой пляж, омываемый с трех сторон моря. В зависимости от приливов и отливов, песчаная часть острова может то расширяться, то сужаться. С одной стороны пляжа разбросаны крупные живописные камни, что создает красивый фон для фотосессий. Ребята, сразу вот здесь вот такой движ. Можно сразу, короче, понырять с масками, с трубками. Вот, солнце мне прям сюда бьет глаза. Короче, ребята, сразу же. Здесь ныряют, поэтому они вдруг и собрались. Вы можете купить все это дело прямо здесь. Здесь, естественно, все это продается. Либо вы можете притащить с собой и поплавать, понырять, посмотреть рыбок. Второй остров этой группы привлекает поклонников снорклинга. Здесь поблизости коралловый риф с ярким подводным миром. А на третьем острове можно увидеть обезьянок. Он состоит из нескольких скал разного размера, самая большая из которых покрыта тропической растительностью, соединенных между собой пологим песчаным пляжем. Здесь не купаются, так как берег довольно каменистый, на песке много крупных обломков кораллов. Он тоже подходит для снорклинга, а еще местные предприниматели покатают вас на джетский. Интересный момент. Если вдруг кому-то захочется остаться на островах и переночевать, то у вас это сделать не получится. Потому что острова, во-первых, охраняются, во-вторых, здесь нет ничего для того, чтобы ночевать, в-третьих, ну, можно сказать так, что туристов отсюда на ночь выгоняют. Ну, ребята местные, они знают, как разбираться с этими обезьянами. Просят не брать с собой, значит, сумки, не брать с собой никакую еду, потому что обезьяны здесь говорят, что они на этом острове на пи-пи. Они, короче, типа агрессивные. Забирают все. Ну, как бы камеры они не трогают, им нечего делать с камерами. А вот, типа, там сумку съестное такое, всякие какие-то побрякушки. Обезьянки эти могут у вас схватить здесь. А дальше отправимся в место, где можно остаться на ночь. Пылающий остров. Пхипхи. В оригинале звучит как Палауапи-Апи, что буквально переводится как остров огней или пылающий остров. Пхипхидон – основной и единственный населенный остров в этом архипелаге. Я думал, что, честно говоря, остров будет менее обитаем. Тут город. Просто город на острове. И жрачка у нас тут, еда. Его площадь 28 квадратных километров. Сфармирован он двумя известнякомыми монолитами, соединенными узкой песчаной косой. Протяженностью около километра. С минимальной шириной около 150 метров. На косе расположено основное населенное место. А у бухты Танцай находится причал, предназначенный для приема небольших морских судов. Пхипхидон представляет собой полностью пешеходный остров, только в области песчаной косы. И здесь не допускается движение транспортных средств. Исключение составляют полицейский транспорт и скорая помощь. Люди передвигаются пешком или на велосипедах. А грузы переносят на тележках. Чего здесь только нет на этих улочках. И вот это как раз одно из тех мест, ну не именно эта улица, а вообще весь этот рынок. Я это так и называю. Короче, здесь вы можете взять, найти лавки, магазинчики, как это правильно называть, где вы можете забронировать себе ныряние с аквалангов. Вот здесь тоже одно из мест. Ну и все, мне пора загружаться. Наш капитан паркует лодку прямо на песчаный берег, мы на нее грузимся и отправляемся на Пхипхеле. Это наш следующий пункт назначения. Возвышающийся из воды огромный известняковый монолит. Площадь острова чуть более 6 километров. Здесь мы проплываем пещеру викингов. Мне было бы очень интересно посмотреть на тех викингов, которые сбились с курса и оказались в этих голубых водах. Нет, друзья, пещера не имеет никакого отношения к этим скандинавам. Да и название это, скорее всего, эдакий маркетинговый ход. А вот что интересно, так это то, что местные жители острова используют бамбуковые шесты, чтобы взбираться в пещеру на головокружительную высоту, где расположены птичьи гнезда. Потом эти гнезда продаются за большие суммы и используются для приготовления деликатесных супов. Одним из основных мест сбора гнезд является пещера викингов. Пещера выделяется своими древними наскальными рисунками, которые напоминают корабли викингов. Отсюда ее так и назвали. Художества эти принадлежат, скорее всего, кистям морских цыган или пиратов, населявших эти места некоторое время назад. 23 года назад на экраны вышел фильм, рассказывающий о поисках путешественникам райского пляжа, не пострадавшего от туризма и не имеющего никаких ограничений. Назывался фильм «Пляж» в главной роли Леонардо Ди Каприо. Признаюсь честно, посмотрев этот фильм еще в школьном возрасте, у меня появилась мечта попасть на такой остров. Я знать не знал, где его снимали, и понятия не имел, где его искать. Как вы понимаете, мечта моя сбылась. Шах и мат тебе, Леонардо. Залив Майя-Бэй. Был выбран как то самое идеальное место, где может обосноваться группа людей для создания своего идеального изолированного мира вдали от всепоглощающей цивилизации. В наши дни это место по-прежнему выглядит идеальным. Изолированным? Не сказал бы. Смотрите, сколько людей. Короче, после фильма, конечно же, после фильма «Пляж» это место стало мега популярным, мега раскручено. Огромное количество людей, куча подплывает лодок сюда. Интересно, что здесь купаться запрещают. Заходить в воду можно, но купаться запрещено. И стоят охранники со свистульками, короче, чтобы никто не купался. И лодки с той стороны подплывают, но это подплывает не высаживать, это посмотреть. А вообще мы приплыли с той стороны острова. То есть мы приплыли с той стороны острова, потом мы прошли по маршруту и зашли, ну, грубо говоря, с острова. Не с воды, да. Мы через остров насквозь прошли и вышли сюда на этот пляж. Здесь такие, типа, там, кафушки, сколовки есть внутри. Это считается, как бы, местным их национальным парком. Охраняется круглосуточно. То есть если вы думаете ночью прийти тут шашлыки пожарить, они схватят вас и посадят на 10 лет, как они любят. Идеальный чистый песок. Хотелось бы еще здесь немножко, конечно, остаться, задержаться, посидеть, поплавать. Но плавать здесь запрещено, поэтому плавать мы едем дальше. Мы поплывем в лагуну, где мы будем как раз вот нырять и смотреть рыбок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прибыли на еще один остров. Ранг-Яй. Ранг-Яй. Остров Ранг-Яй. Сейчас любой турист, приплывший сюда на лодке, будет поражен этой атмосферой изолированности, спокойствия, умиротворенности. Хочется застыть в моменте и задереть свой телефон до дыр, делая фотографии в море, на пляже, у пальмы, в джунглях. А всего 35 лет назад это был обычный участок изолированной суши, не привлекающий особого внимания среди местных жителей. Он как бы просто находился рядом с огромным Пхукетом. Популярность острова возросла, когда местные рыбаки заметили здесь обильное скопление сардины. Анонимный остров получил название Ранг, созвучное с тайским словом, обозначающим сардину. Поэтому мы находимся на острове Сардина, почти как Сардинья. Но вы же понимаете, что все покупается и продается. Этот остров не исключение. В 1990-х сардину купила компания Ричи Айланд Пхукет Энко с целью развития здесь туристического направления. В настоящее время остров официально зарегистрирован как ферма по выращиванию и экспорту перламутрового жемчуга под названием Пхукет Пирл Фарм. Пхукетная жемчужная ферма. Здесь можно посетить ферму, посмотреть за процессом выращивания, сбора и обработки жемчуга. О, мне сейчас еще и еду несут. Капанка. Я проголодался. Потому что мы ели сегодня утром, завтракали. В 7 утра я завтракал, потому что в 8 уже выехали. Мы потом вот немножечко там закинулся кофе и кексик. И потом был обед. Все. Сейчас уже почти 6 часов. Нас привезли сюда, на этот пляж. Это остров. И в отличие от предыдущих мест, где мы были, это такое относительно немноголюдное место. То есть пустой пляж. Классно. Нас окружают еще острова. И я заказал себе поесть смузи-манго. Со льдом. Очень классно. Кинобей! На этом острове такая уже тайская деревня. Ближе, наверное, к дикой, что ли. Ну или здесь все сделано так. Короче, можно взять еще квадрики. Погонять здесь гонки по джунглям. На квадроциклах. Вот, смотрите. Такое все. Да, кстати, растут кокосы. Надо, чтобы на меня только не грохнулся кокос. Потому что потом можно не доехать. Ребята, вы знаете, что напоминает местность? Это как колумбийцы где-нибудь наркотики свои гоняют на этих джипах старых фильмах. Тут плантации какие-то. Друзья, ну и на этих прекрасных теплых нотах я заканчиваю выпуск об островах Пхукета. Это в следующем выпуске мы с вами отправимся исследовать городские достопримечательности. Напоминаю, что у меня два YouTube-канала. Один с Maps Education, посвященный зарубежному образованию, где я рассказываю об учебных заведениях по всему миру. И этот канал про мои путешествия. Если вам интересна учеба за границей или поездки в другие города и страны, подписывайтесь на канал и будем видеться чаще. Спасибо и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!